МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Оценивать или нет? Депутаты обсудили, как принимать отчет главы города по итогам годовой работы. Самый задорный зимний праздник. День снега отметили на лыжной базе. К фраме Иова Многострадального прошел первый Богоявленский хоровой собор. Далее расскажем обо всем подробно. Цели и задачи – итоги социально-экономического развития, решения вопросов местного значения, исполнения госполномочий РФ и поручений Городской думы, результаты стратегического планирования развития Сарова. Такие критерии в деятельности главы администрации города рабочая группа определила для оценки годового отчета. По задумке депутаты могут выразить свое мнение о результатах труда градоначальника. При этом дважды получив негативную оценку большинством голосов, глава будет вынужден уйти в отставку. Администрация выразила свое мнение в отношении данного положения. Часть позиции администрации в положении выручительной, по некоторым у нас сохранились противоречия. Между внутри рабочей группы, между той частью, которой представлял депутатский корпус и администрация. Встал вопрос о целесообразности и законности оценки депутатами работы градоначальника. Прокуратура выразила несколько замечаний по проекту. Законом предусмотрено, что ежегодные депутаты заслушивают отчет главы по итогам года. Но досрочно отстранять от должности лицо местного самоуправления в связи с негативной оценкой деятельности, возможно, только опираясь на устав города. В нашем уставе имеется только бланкетная норма, отсылающая к статье 74, прим. 1, как раз которая была обзвучена, в которой определяется лишь основание для принятия такого решения. Однако конкретный порядок и механизм удаления главы муниципального образования в отставку, он не предусмотрен и не урегулирован детально. Более того, ни уставом, ни проектом решения не предусмотрены порядок голосования по данному вопросу. Кворум, необходимый для принятия решения об оценке деятельности главы муниципального образования, а также количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения. Большинством голосов депутаты решили доработать проект положения об оценке. Председатель городской думы Антон Ульянов предложил установить срок редактирования пунктов, чтобы не растягивать процесс до начала подготовки главой годового отчета, который он предоставляет в мае. Вариант положения со всеми поправками рабочая группа должна будет представить к концу марта. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Третья очередь ТЭЦ включает в себя два турбогенератора и два котла-агрегата номер 9 и номер 10. Строительство третьей очереди началось еще в 90-х годах. Девятый котел запустили в 2013 году. Официальный запуск котла-агрегата номер 10 в общую правую магистраль состоялся 22 декабря прошлого года, что символично в День энергетика. Третью очередь построили для расширения мощности станции, выработки еще большего количества энергии, для надежности и стабильности работы предприятия. По сравнению с котлами второй очереди, которые запускали в 60-х годах, девятый и десятый котлы более современные в управлении. Девятый и десятый котел – это более современное оборудование, более технологическое оборудование. Уже управление идет, как видите, с компьютера. Удобнее нажатием клавиши мышки. Ты можешь привести в действие любой механизм, любую задвижку, любой регулятор. Задать какой-то ему параметр определенный. Это своя специфика работы. То есть стало удобнее. Строительство десятого котла было напряженным. Чертежи, монтаж большого количества сложного оборудования, контроль за действиями подрядной организации, пусконаладочные работы. Сотрудники ТЭЦ не считались с личным временем. Чтобы воплотить в жизнь масштабный проект, энергетики круглосуточно трудились над сложнейшим оборудованием. На ТЭЦ работает целая команда профессионалов, которая контролирует, чтобы все функционировало точно, безопасно и без перебоев. Мы производим пар, который используется для производства электроэнергии, также нагрева воды для потребителей. Как начальник смены я контролирую нагрузку, режимы, которые должны выполняться, соблюдаться во время смены. Наша задача – это подавать тепло и горячую воду в город. Значит, и горячая вода – это неотъемная часть инфраструктуры нашего города, правильно? Также тепло. То есть батарея у наших горожан должна быть постоянно горячая вода. То есть тем самым мы занимаемся. Электроэнергия. То есть наши машины в общей мощности вырабатывают 105 мегаватт. То есть эти 105 мегаватт дают затраты города на электроэнергии. Для управления «Десятым котлом» использовали импортозамещение – новую отечественную автоматизированную систему. Большую часть проекта реализовали при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» и «Рфятсвнеев». Последний объект третьей очереди – «Десятый котел» построили на собственные деньги предприятия. Когда это все начиналось, мало кто верил, что это нам по силам. Из нас, кто здесь работает, никто не вводил такого оборудования. Я считаю, что нашему коллективу повезло, что мы ввели такое большое количество оборудования, усилили безопасность города, позволили насладиться этим процессом, будем считать так. Третья очередь позволила существенно увеличить КПД теплового цикла ТЭЦ, снизить издержки при производстве продукции, повысить энергоэффективность процессов, менять устаревшее оборудование тепловой генерации без снижения надежности. По словам специалистов, саровчане могут спать спокойно и знать, что у них в домах не пропадет свет и тепло. На печать всех деталей такого дрона ушло около 10 часов. 3D-модель студентка первого курса Саровского политехникума Дарья Лухманова вместе с наставниками подготовила на региональный этап чемпионата профессионалы. Это стало возможным благодаря современному оборудованию – новой аддитивной мастерской. Здесь стоит только наше отечественное оборудование – 3D-принтеры из профессионального уровня. Используются два экструдера, то есть позволяют нам работать с разными видами материалов и с самыми разными, которые требуются на предприятиях в дальнейшем. То есть такое же оборудование, как и используется аддерный центр. В мастерской есть возможность создавать трехмерные модели разного уровня сложности – от милой кошечки до деталей профессионального оборудования. Любое изделие слоем за слоем печатают на основе данных виртуальной модели. Студенты и педагоги используют 3D-сканеры – ручные и стационарные, которые позволяют работать с различными поверхностями. Далее объект моделируют в программе «Компас 3D», которая широко используется в работе инженеров. Чувствуется, что оборудование достаточно профессиональное, дорогое. Тут можно задавать очень большие настройки, потому что у меня был свой маленький принтер, на котором я работаю. Там достаточно ограниченные действия. В целом доволен. Студенты смогут работать по направлениям инженерный дизайн, прототипирование, реверсивный инжиниринг и 3D-моделирование. Открытие современной мастерской состоялось по инициативе руководства учебного учреждения и при поддержке РФЯЦ внеев. По словам главного инженера Игоря Мусина, будущее оборонной безопасности и гражданских направлений не только за аддитивными технологиями, но и за квалифицированными кадрами, умеющими с ними работать. Это такие технологии, которые не ограничивают конструктора мыслями о том, а можно ли сделать эту деталь или нет. Это технологии, которые вобрали в себя различные сферы науки и техники. Это и материаловедение, это и математика, топология. Это, конечно же, все, что связано с цифровым производством. И вот вы, ребята, будете когда обучаться вот этим технологиям, ну перед вами фактически будут открыты все направления, которые позволят вам стать классными специалистами. На базе мастерской в техникуме смогут проводить независимую оценку подготовки кадров, демонстрационные экзамены, готовиться к всероссийским и региональным чемпионатам, организовывать раннюю профориентацию для старшеклассников. В 2025 году мы будем открывать новую специальность – аддитивные технологии. Мы желаем нашим ребятам получить новые знания, новые умения, новые навыки, чтобы наши ребята были профессионалами своего дела, чтобы вы были востребованы в этой жизни. Еще в прошлом году первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров отметил, что к 2030 году примерно две трети всех промышленных продуктов будут изготавливаться с применением комплектующих, созданных аддитивным методом. Поэтому для саровских студентов политехнической направленности крайне важно в совершенстве владеть 3D-технологиями и применять свои знания в будущей профессии. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Всемирная паутина стала неотъемлемой частью жизни людей. Сегодня она не только благо, но и место затаившейся опасности. По статистике Медиаскоп регулярно пользуется интернетом примерно 80% населения старше 12 лет. При этом киберугроз неисчитанное количество, деструктивные течения, дистанционные мошенники, буллинг в сети. Специалисты Департамента по делам молодежи и спорта организовали семинар для педагогов и тренеров о безопасности в интернете. Именно к ним дети нередко приходят с проблемами из-за травли в сети. Здорово, если это все решается в семье, то есть в первую очередь должны за этим следить родители. Но если этого не получается, то есть на помощь должны спройти педагоги. Опять же, этот семинар полезен с точки зрения того, чтобы выявлять, видеть какие-то моменты, связанные с настроениями, с поведением ребенка. На этом же семинаре предоставляется ряд мер для того, чтобы помочь ему выйти из этой ситуации. Дети, особенно подростки, активно выкладывают фотографии и личные данные в сеть, не соблюдая меры предосторожности. Пользователи часто выплескивают на просторах всемирной паутины накопившийся негатив. Попасть под волну оскорблений или, как это модно говорить, хейта может каждый. Психолог Мария Самодолова выступала с рассказом о том, как дети вовлекаются в деструктив через социальные сети, какой вклад в это вносят родители. Мы не сможем уменьшить до нуля, совсем уменьшить количество проведенного времени в интернете у наших детей, но мы можем повлиять через доверие. Мы можем выстроить с ребенком такие взаимоотношения, когда он придет к нам, прежде всего, если что-то случится, если он почувствует, что он сделал что-то не то. Эксперты также поделились полезной информацией для самих педагогов, как активных веб-пользователей. От спикеров они узнали о правилах введения страниц в социальных сетях, цифровых границах и конфиденциальности данных, основных уловках интернет-мошенников. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Прокачать свои знания, углубиться в предмет, сделать новые открытия. Грызть гранит науки для участников 21-го физико-математического турнира и 7-го турнира «Юный биолог» только в радость. Зимняя смена символично стартовала в День российского студенчества. Многие старшеклассники мечтают поступить в престижные вузы страны. В том числе и на это направлена программа турниров. Я пошла на физику-математику, хотелось бы узнать что-то новое, получить какие-то полезные знания и в дальнейшем их применить при поступлении и при подготовке к экзаменам и к различным другим испытаниям. Мы на одной волне с преподавателем, можно всегда что-то узнать, спросить, не всегда это удается сделать в школе. Из-за кого-то стеснений или непонимания здесь все по-другому. Я уже третий раз на турнире. Я была на летнем, в прошлом зимнем и вот сейчас снова пришла. Я участвую в турнирах, чтобы получать больше информации для поступления, для олимпиад различных, в которых я активно участвую, и чтобы просто расширять свой кругозор, скажем так. Физико-математические и биологические турниры проводят в рамках партнерского проекта Департамента образования «Ирфятсвнеев. Молодые таланты Сарова» более 10 лет. На протяжении 9 дней с учениками 9-11 классов занимаются приглашенные преподаватели ведущих вузов Москвы и Нижнего Новгорода. По традиции все события турнира проходят в лицее номер 3. Мы с удовольствием распахиваем каждый год свои двери для вас. Мы хотим пожелать вам замечательных математических открытий, познакомиться с новыми физическими явлениями, биологическими явлениями. И преподавателям я хочу пожелать достойных учеников, так, чтобы они своими вопросами смогли поставить вас в тупик. На турнире ребята будут решать нестандартные сложные задачи, смогут получить консультации по разделам и возникающим вопросам. Кроме этого, участники разберут современные научные проблемы своего направления, испытают свои знания на Олимпиаде. Задача, которую мы перед собой ставим, это позаниматься с ребятами, занятия очень разного уровня. От тех, кто уже является победителями регионов прошлых лет и так далее, до тех, кто только пробует свои силы, начинает заниматься математикой, физикой, естественной биологией. Мы помимо того, что занимаемся, решаем задачи, разбираем материал, рассказываем о каких-то современных проблемах, связанных с нашими науками, соответственно, физикой, биологией и математикой. Физико-математический турнир и турнир «Юный биолог» планируют провести еще и в дни летних каникул. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Какие бывают виды криминалистической экспертизы? Что находится в тайном чемоданчике экспертов-криминалистов и как они проводят исследования? Об этом школьникам рассказали в Саровском управлении полиции. Сотрудники эксперта криминалистического отдела объяснили ребятам особенности своей работы, как они делают фиксацию биологических элементов, чем занимаются в химической лаборатории. Тематическое мероприятие приурочили ко дню российского студенчества в рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант». Возможно, это поопрекается в выборе дальнейшей профессии, потому что я уже обратила внимание, кто становится экспертом, как они становятся, где обучаются на экспертов. Особенно девочки, которые постарше были, я думаю, они вот как-то интерес в глазах у меня промеркнули. То есть, куда многие в возрасте думают, как дальше учиться, где учиться, кем быть. Возможно, это поможет в перспективе. Эксперты-криминалисты показали несколько интересных вещей – учебные оттиски обуви и содержимое рабочего чемоданчика, предназначенного для осмотра места происшествия. Школьники самостоятельно попробовали проявить свой отпечаток пальца специальной магнитной кисточкой. Затем ребята отправились на экскурсию по музею МВД. Там же им рассказали о том, как стать сотрудником органов внутренних дел, куда поступить, какие предметы необходимо сдавать на экзаменах. Я пришел сюда, чтобы узнать побольше, что такое у меня криминалистика. И попробовал, как узнал, как отпечатки пальцев узнают они. И то, что преступникам не так уж и просто не быть скрытными. Узнали много различных вещей, как расследуют криминалистические дела. Также нас ознакомили с отделом химическим. Мне понравилось, как делают отпечатки следов, как делают отпечатки пальцев. И в принципе, это занятие довольно интересное и сложное. В завершении встречи школьники смогли посмотреть изнутри автозак – специальный автомобиль для перевозки заключенных, подозреваемых и обвиняемых. А также посидеть за его рулем и включить мигалку и сирену. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. На скрутуру я смотрю с гордочкой всем говорится накормчить, мокровки. Так необычно и креативно дети, воспитатели и родители детского сада номер 16 защищают своих снеговиков, которых они вместе слепили накануне праздника День снега. Идея создать семью Морковкиных родилась не случайно в 2024 год – год семьи. А это значит, что в этом году все будет посвящено теме сохранения семейных ценностей. Было трудно понять, как из одного куба сделать сразу троих, целую семью, потому что куб был единый монолит, а идея у нас была немножко другая – сделать их по отдельности. Но когда пришли, уже сразу сориентировались, что нам делать. И очень дружной командой мы стали вырезать, налеплять. Кто-то носил воду, кто-то подсказал идеи. Все отходили, смотрели, как художники. И затем уже быстро-быстро украшали. Каждый гость на празднике смог найти себе занятие по душе, принять участие в соревнованиях по баскетболу в Валенках, поесть на скорость пельмени, попробовать себя в роли кирлингистов, а также поучаствовать в интерактивных играх. Погода хорошая, много всяких игр и забав. Мне кажется, это интересно. Молодежь интересна, взрослым интересен. Праздник для детей, для взрослых – правда праздник. Здесь очень весело, люди дышат воздухом. Нам все очень нравится. Да, нравится. А что нравится больше всего? Ну, мы вот сейчас играли в футбол в меня. Вот, наша команда победила. Вот, и моя группа еще лепит снеговик. Красиво, фигуры красивые, понравились. Музыки много, весело. Также на праздники все желающие смогли покататься с горки на ватрушках, насладиться вкусным чаем и глинтвейном. Эстафету праздника «Дня снега» приняли стадионы «Кар» и Ледовый дворец, где гости смогли с ветерком покататься на коньках. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Традиция проведения хоровых соборов в Нижнем Новгороде уже стала ежегодной. Для Сарова такого рода мероприятие стало дебютом. Идея концерта давно витала в воздухе, но задумку долго не получалось воплотить в жизнь. Наконец в храме Иова Многострадального состоялся Богоявленский хоровой собор, посвященный праздникам Рождества и Крещения Иисуса Христа. Собраться в храме и исполнить песнопение именно здесь дает немножко другую атмосферу. И даже то, что зрители у нас не сидят и стоят, тоже вносит свой колорит. Это не то, чтобы приближать к богослужению, это, конечно, не богослужение, все равно концерт, но все равно это где-то рядом. В соборе приняли участие три вокальных коллектива – «Голоса Сарова», «Капель» и хор «Храма Иова Многострадального». В программе звучали духовные канты, песнопения из церковных служб, праздничные тропари. Для хора «Капель» Детской школы искусств опыт участия в подобном мероприятии не первый. Коллектив ежегодно выступает в храме Александра Невского в Нижнем Новгороде на рождественских и пасхальных хоровых соборах. По мнению руководителя «Капели» Анастасии Ерофеевой, умение исполнять духовные произведения показывает уровень мастерства вокалистов. Духовная музыка открывает, насколько коллектив профессионален. Легче петь детские песни, а вот духовная музыка, а капельная музыка, конечно, как раз и раскрывает, насколько профессиональный коллектив, потому что это строй, сразу слышно ансамбль, содержание. Поэтому мы обязательно стремимся поучаствовать в таких прекрасных масштабных мероприятиях. Гости концерта и организаторы надеются, что такие хоровые праздничные соборы станут для Сарова хорошей традицией. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Знаменитый платяной шкаф. За его дверьми волшебная страна Нарния. Ученики православной гимназии воплотили грандиозное фэнтезийное произведение на сцене. Наша съемочная группа побывала на одном из премьерных показов. Несколько месяцев напряженной работы. И вот юные артисты и педагоги смогли представить на суд зрителей спектакль «Лев, колдунья и волшебный шкаф» по циклу Клайва Льюиса «Хроники Нарния». Первыми спектакль увидели гости Сарова – участники серафимовских чтений. Следующие показы прошли для самих гимназистов. Постановка «Лев, колдунья и волшебный шкаф» получилась массовой и яркой. Идея была сделать что-то такое забойное, веселое, то есть или экшен какой-нибудь. Я думаю, у нас получилось. То есть это ребята на самом деле назвали в конечном итоге это произведение. Это же экшен. Ну да, да, да. Я не знала, получится, насколько у нас будет грандиозно. Получилось неплохо. Одна из ярких особенностей спектакля – живая музыка. Авторские песни, которые сочинила педагог гимназии Елена Ершова, органично вплетались в канву постановки, дополняли образы героев и украшали спектакль. Сцена битвы между добром и злом придала спектаклю эффектности и динамичности. Школьники много работали над образами и характерами своих персонажей. Татьяне Зининой, исполняющей роль «Белой колдуньи», такая роль оказалась не близка, поэтому пришлось изрядно потрудиться. Я сталкивалась с многими трудностями, и вообще это роль, которая совсем не похожа на меня, как на личность. И поэтому мы с режиссером очень долго работали, и я думала о том, какие моменты в жизни вызывают во мне гнев, ярость. Но в итоге, поразмышляв в принципе об этой героине, я поняла, что она несчастная женщина. Волшебную и праздничную атмосферу создали за счет финала, в который внесли тему Рождества Христова. При подготовке спектакля помогали педагоги гимназии и родители. Ребята вложили в постановку много труда и творческой энергии. Моя роль, вообще, мне сказали, что она трудная, потому что во время спектакля я должен измениться. То есть, из плохого какого-то вырасти в доброго. И, на самом деле, со мной работали. Ну, работали много. То есть, ну, домой поздно приходил. Ну, у меня была роль зайца, разведчика, который не сдавал своих, а докладывал о темных силах. Ну, на самом деле, как сказал Федя, было много достаточно работы. Аранжировкой занималась частично Елена Вячеславовна. Своей гитарной партией я, по-моему, сам делал. Мне, честно говоря, было, когда спектакль стали делать, не очень понятно, почему у нас эльф, а не фавн. Сказали, потому что мы православная гимназия. Это меня, конечно, немножко расстроило. Но, в целом, мне моя роль действительно нравится. И я рад, что ее сыграл. В конце спектакля все актеры спели песню о Рождестве и поздравили зрителей с праздниками. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Первая выставка работ учащихся детской школы искусств номер два «Добрых рук мастерство» открылась в 1996 году. На протяжении десятилетий эта добрая традиция сохранилась и стала настоящим праздником детского творчества, вдохновения и новых открытий. Каждые пять лет «Дыши номер два» подводит итоги и представляет горожанам лучшие работы, сделанные руками воспитанников. Итог работы за пятилетний период. Да, сегодня здесь представлены работы самых юных наших учеников, которым всего 4-5 лет детей с основных наших отделений. Ну, это уже подростковый достаточно такой возраст – 7, 8, 9 до окончания школы. И самое интересное, что здесь представлены работы наших взрослых учеников – отделение школы акварельной живописи и студии художественной керамики. Выставка «Добрых рук мастерства» в этом году юбилейная. Детская школа искусств номер два отмечает 30-летие. В выставочном зале художественной галереи представлены работы учеников отделений дизайн, дизайн одежды и ткани, художественная керамика, художественная обработка дерева, медиастудия. Все работы разнообразные, оригинальные, удивляющие своими задумками и художественным воплощением. С каждым годом выставка становится все более масштабной. Каждый, наверное, кто рисует, лепит, вышивает, шьет, режет по дереву, в общем, занимается изобразительным творчеством, не даст собрать, что вот когда мы окружаемся в этот творческий процесс, мы испытываем такое счастье, такое радость творчества. И потом наши картины, наши работы отдают эту энергию зрителям, эту теплоту, эту радость. Открытие выставки прошло в праздничной обстановке. Яркими музыкальными номерами гостей порадовали дуэт хореографического ансамбля «Карусель» и образцовый ансамбль народной песни «Горница». Выставка работ учащихся детской школы искусств номер два «Добрых рук мастерство» будет радовать горожан в художественной галерее до 10 марта. Без возрастных ограничений. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. «Посидим, помурчим» – так назвали первую выставку года воспитанники детской школы искусства. Свои работы они представили в Музее народной игрушки. Здесь дети и преподаватели выставляют свои работы ежегодно. В этом году на выставке около 90 работ. Выставляемся по возможности как можно больше детей. В этом году получились и младшие школьники, и классы участвовали, и совсем маленькие, и дети уже почти выпускники. Поэтому как получать по желанию преподавателей, по программе, если есть свободные какие-то моменты, когда можно вклинить. Потому что это специальная работа, создана специально для выставки. Украсили выставку музыкальные номера от воспитанников детской школы искусства, интерактивная программа с викторинами. Также любой желающий мог рассказать о своем произведении искусства всем гостям. Полина Пухова и София Гурьянова представили свои работы в необычном стиле. Смастерили котов из деревянного конструктора. У каждого котика получился свой характер, у каждого свои эмоции изображены на картине, на работе. Например, вот мой он больше такой, наверное, игривый, любопытный. У Сони такой веселый, элегантный. На экспозиции можно увидеть котов в различной технике исполнения тушек, варель, аппликации. Ариана Тюренкова сделала из обычного картона кота ученого из поэмы Руслана и Людмилы Александра Пушкина. Было очень сложно приклеивать, потому что они приклеивались к пальцам. Были сложности именно в операции, когда мы снимали скотч, и надо было все это аккуратно приклеить. Посетить выставку «Посидим, помурчим» могут все желающие. По предварительной записи выставка продлится до 1 марта в Музее народной игрушки без возрастных ограничений. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok